Здравствуйте! Это я, Рик Касти, и новый сюжет, наконец-то новый сюжет после большого перерыва. О чем мы говорим в этом сюжете? Опять-таки, тема возникла из вопроса, который был задан к комментариям. Тема называется просто «Цифровой винил» или «Система цифрового диджейнга. Что это такое?» Я не имею в виду сейчас цифровой диджейнг в виде контроллеров и всего остального. Я имею в виду цифровой винил, цифровой CD, то есть именно эту часть цифрового диджейнга. Что такое цифровой винил? Все очень просто. Когда начали развиваться технологии, начали развиваться компьютерная техника, начали развиваться программы для диджеев, один умный человек придумал такую систему, что можно управлять файлами, которые находятся у вас на компьютере, с помощью обычных пластинок. И делать это очень эффективно. Как это все работает? На пластинке у вас есть... Для этого вам нужна звуковая карта обязательно. То есть звуковая карта, в которой будет два входа, куда будут поступать звуки с винила А и с винила Б. Ну то есть с одной деки, со второй деки. И также два выхода. Вот. То есть выходы нужны для того, чтобы воспроизводить, то есть выдавать на пульт ту музыку, которая у вас на компьютере. Ну например, вот есть вот такая карта. Она шла в комплекте к старому Tractor Scratch, к старой системе цифрового винила Tractor Scratch. Сейчас ее уже не выпускают, выпускают новую версию Tractor Scratch. Трактор Scratch Dua 2 и Tractor Scratch Pro. Там уже не эта карта, она называется Native Instruments Audio 6 и Native Instruments Audio 10. Ну не важно, как бы суть осталась прежней, несмотря на какие-либо модификации. Вот вы можете увидеть, здесь у меня есть вот таких, сколько здесь получается, 12 гнезд. Вот это у меня канал первый, канал А. Это канал Б. Вот. Соответственно, это у меня дека А и дека Б. На вход сюда, вот с этой стороны, с этой стороны, это черный и красный, черный и красный. Не знаю, не видно, но это и не важно. Вот. Поступает входящий сигнал из пластинки. То есть, как бы, образно, я винил подключаю сюда. Винил А, допустим, сюда, винил Б сюда. Вот. Этот сигнал попадает в программу. И он как бы, если так можно упростить, он как бы говорит программе, с какой скоростью воспроизводить файл, который находится в программе «Трактор». То есть, если пластинка двигается медленно, вернее, воспроизводится медленно, то и файл будет воспроизводиться соответственно. Если она будет воспроизводиться быстро, то и файл будет воспроизводиться быстро. Если вы начнете стретчить, то и запись будет передвигаться, то есть, соответствовать этим передвижениям пластинки. Все очень просто. В чем плюс этого метода? В том, что он практически на 99% симулирует работу на настоящем виниле. То есть даже винил, который цифровой, он отличается от не цифрового только тем, что на нем записаны не музыка, не какие-то, допустим, не биты, не треки, а записан сигнал, напоминающий сигнал модема старого, кто еще помнит эти времена, когда говорили модемы, или сигнал факса. Такой пищащий управляющий сигнал. Вот и все. Вот и все, чем отличается цифровой винил от не цифрового винила. На самом деле все остальное, то же самое, материал и все остальное, он генетично с натуральным винилом. Единственное, что еще какое отличие между системами цифрового винила и обычным винилом в том, что есть все-таки задержка маленькая, допустим, у меня это полторы. Миллисекунды, ну или там, две миллисекунды, вот, но она есть, то есть это время, за которое нужно обработать, сделать следующую операцию, то есть сигналу попасть в программу и программе обработать, то есть определить, с какой скоростью двигать звуковой файл и подать этот звук на второй канал, ну на выход, вернее. То есть на это все требуется время и без задержки этого быть не может. Но задержка на самом деле такая несущественная. Где-то я в журнале вычитал, что задержка в три миллисекунды означает тот такой промежуток времени, через который вы услышите звук, доносящийся из колонки, расположенной на расстоянии трех метров от вас. Ну то есть сами понимаете, что это такая довольно задержка абсолютно минимальная, которую можно игнорировать. Вот, сейчас я подключу быстренько карту, которая только что отсоединилась, чтобы показать входы и выходы. И покажу действительно, что цифровой винил ничем не отличается от обычного другого винила. Итак, вот я подсоединил свою систему цифрового винила и хочу вот что продемонстрировать, что приблизительно такой сигнал записан на этой пластинке. А трек у меня идет, получается, из программы. Это управляющий тайм-код сигнал, который записан на пластинку, который управляет треком у меня в программе трактор. А это тот трек, который управляется этим управляющим сигналом. То есть я могу делать вот так. Ну вот, я что хочу показать, что как бы, ну, саму суть, чтобы вы поняли, о чем я все это говорил, может, немножко сумбурно, но саму суть того, что, как это замечательно, что у нас есть цифровой винил. И теперь можно нейтраль. Это вообще очень выгодно для кого? Для тех диджеев на постсоветском пространстве, где не выпускались никогда винилы и не продавались. Это очень хорошо, потому что пластинки, они дорогие, это для кого не секрет. Они стоят где-то приблизительно 5 фунтов, а это где-то 7 или 8 долларов. Ну, не важно. То есть это вообще как бы не вариант для постсоветского диджея, если так можно сказать. Вот, но работать на виниле приятно. То есть такого скретча, как на виниле, вы не получите ни на каком больше другом аппарате. Это факт. Здесь много составляющих. Да, на 2000-х, 2000-х пионерах можно скретчить практически там со 100% подобностью. Но на виниле все-таки это приятнее, удобнее, потому что большие у вас пластинки. То есть большой получается рычаг, можно мелкий делать скретчи, более такие шустрые, такие четкие, звонкие. И опять-таки остается вот эта вот все-таки как бы виниловая тема, вот этот фетиш виниловый. Ну, этот фетиш, конечно, можно отбросить, но в чем плюс? Плюс в том, что можно скретчить, плюс в том, что можно соединить плюсы CD-проигрывателя и винилового проигрывателя. Плюсы винилового проигрывателя в том, что можно скретчить, а CD-проигрывателя в том, что, допустим, можно поставить петлю. То есть теперь на системах цифрового винила можно поставить петлю на пластинке. Можно использовать горячие метки, что намного расширяет творческий потенциал выступления и вообще всего, всего-сего диджейства. У европейских диджей свои плюсы. Те, кто играли на пластинках, они играют теперь на системах цепрового винила, потому что не нужно возить с собой кучу винилов, не нужно возить с собой кучу тяжести. Такой довольно-таки хороший плюс. На данный момент есть два серьезных производителя систем цифрового винила. Это Tractor, то есть компания Native Instruments, и Serato. Это два таких конкурента, которые идут вот так вот, как бы, как это называется, ну, в общем, корпус к корпусу, в общем, идут почти наравне. Вот, раньше Tractor чуть-чуть уступал Serato, вот, теперь Tractor набирает обороты, он предлагает больше, больше ассортимент в секторе, ну, не знаю, в общем, в отсеке цифрового винила. Вот, он предлагает Tractor Scratch Duo, Tractor Scratch Pro, вот, Serato тоже пытается не отставать, но, вот, Serato тут чуть дороже, Tractor чуть дешевле. Ну, статистика такая, что Serato предпочитает хип-хоповые диджеи, то есть такие, которые вот, хип-хоп, Scratch, вот, а Tractor предпочитает больше универсальные диджеи, потому что там есть классные эффекты, их очень много, они очень качественные, очень-очень-очень-очень хорошо звучат. Вот, это так бегло я рассказал о системах цифрового винила, если есть какие-то вопросы, то не забывайте заглядывать на мой блог, я, как всем своим видеосюжетам, буду стараться, вот, буду стараться делать текстовые версии, потому что кое-что во время видеорассказа я могу упустить, вот, а в тексте оно все уложится как-то больше в такой последовательности четкой, с рисунками, со схемами, если что-то недопоняли из видеосюжета, то наверняка поймете из текстового варианта, это же тема, но не факт, что оно появится сразу после выхода видеосюжета, я медийно печатаю, так что, дайте мне время. Все, спасибо, ребята, это был я, Рик Касти, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова